Всем привет, это я. Я хочу вам передать большой привет, сказать, что я очень сильно по-моему скучаю, мне вас дико не хватает, я вас всех очень люблю. Я каждый вечер лежу, и только думаю о том, что было, я слышу музыку, которую мы вместе все слушали. Я вспоминаю, как мы гуляли, все эти подъезды, стройку на северке, помню, на дружбе. Было так классно. Мне не хватает этого очень. Вы можете спросить, почему я там вам мало звоню или пишу, но у меня больше нет времени. Я по возможности пишу, но у меня с утра школа, после одного я встаю. К 2-3 я возвращаюсь со школы. У меня совсем мало времени на то, чтобы приодеться и отдохнуть. У меня опять занятия, потом у меня танцы, когда как, художка. И я не могу вам позвонить. Было бы возможно, я бы вам звонила хоть каждый день. Но такой возможности нет. Я знаю, некоторые на меня там обижаются, но... Если я в чем-то виновата перед кем-то, вы меня простите. Потому что я была одна, я бы в многих случаях не права. Но... Это я. Простите, если сможете. Я в особенности хочу дать привет Ляне, Наташе, Жене, Лике, Ляре Сарглазе, Алене Забериным, Юле Маслееве. Вот вам очень сильно благодарна за все. Я это видео записываю уже какой-то раз, когда я начинаю пакать. Я просто хочу, чтобы вы увидели меня и услышали то, что я хотела рассказать. Я просто помню абсолютно все. Ну вот... Вот все, что было до Италии, я помню, как вчера все. Я помню... Такие вещи, которые, возможно, вы сами уже и забыли. Это очень сложно, на самом деле. Потому что, я знаю, там меня уже потихоньку забывает, если уже не забыли. Но я вас не забыла никогда, потому что вы часть меня. Я с многими знакома, чуть ли не в пелеток. Очень много пережили. Блохого и хорошего. Если бы не сложився обстоятельства в моей жизни, я бы, возможно, не уехала никуда. Но, скорее всего, это и к лучшему, что я уехала. Зато вот я уехала, я вспоминаю настоящие друзья, а кто так был. Но все равно я не в обиде, типа, меня не пишут вообще. Я не вон, ты забыл меня. Я даже не отвечаю, когда я пишу. Но все равно. Я не в обиде. Я не знаю, даже. На самом деле... Нет, даже я не могу слово подобрать. Но я одна могу сказать, что со временем ты понимаешь серьезно, кто был друг, а кто так опустался и все, и забыл тебя. Я уехала, но не так давно это было. Насколько, полгода пришло. Полгода спустя я окончательно поняла, кто не друг. А кто так. Просто, ну, чтобы погулять, когда скучно и все такое. Вот многие, кстати, я даже не ожидала, что они мне постанут писать или звонить. Потому что так клялись лучшие друзья. И все равно публику было. Вот единственное, кто мне пишет, вот, я могу сказать, что это Ляна и Наташа. Серьезно. Хотя в последнее время, как она все общается, мы не знакомы с ними пять лет, как с некоторыми. Я с ними не ходила в садик, как с некоторыми, но люди меня до сих пор пишут. Я им звоню по возможности. Я вам спасибо говорю вам. Потому что вы действительно связь осталась у меня по всеми. Я еще хотела сказать, что вот спустя столько времени, вот, я поняла, что расстояние серьезное, это... Какая-то некая преграда, что ли. Какая, которая дает только возможность понять и осознать, что есть там. Вот. Хотя благодаря Израилю я стала на ноги. Я многое перестала делать и, наоборот, многое стала делать. То, что я не могла начать в России, я начала здесь. То, что я не закончила в России, я продолжаю здесь. Что здесь у меня больше возможностей. И если бы не эти возможности, если бы не мое личное семейное обстоятельство, я бы не уехала. Но, чтобы я добилась, почти ничего. Мне даже в школе не хотели на сцену выпускать. Я искренне четвертая школа ненавидела. Я ненавидит до сих пор, я думаю. И она мне не давала проходов в жизни. У меня были ужасные оценки. И когда я у меня выступала на сцене, так вот просто, ну, какие-либо праздники. Как говорили, я бездарность. А здесь обратно. Израиля я намного лучше. Здесь люди, другие. Они даже, если ты что-то не умеешь, они тебя научат этому. Вот. Я научилась многому. В первую очередь, я научилась жить. И не зависеть от кого-то, а зависеть сама от себя. Что я знаю, что он не придет к маме, не решит у меня какие-то проблемы. Что если у меня что-то в школе, что она не придет мне насучить бабушки директором. Что детство должна все сама делать. Да, есть, конечно, поддержка. Это моя тетя и бабушка. Но они не всегда с вами. Они в совсем другом городе. Я в другом городе. И я стала взрослой. Я могу это сказать громко, что да, я стала взрослой. В связи с тем, что было, что я не понимала, что надо учиться, что гульки и танцы – это не все, что надо в жизни. А сейчас я понимаю, что в первую очередь, это учеба в данный момент. На втором месте танцы и уж на последнем месте только в сейки гульки. Вот. На самом деле я делала это сообщение только для того, чтобы сказать вам, что я люблю вас, исключаю. Чтобы вы посмотрели на меня, надо сказать, спустя полгода вот так вот и услышали меня. И есть люди до сих пор, в которых я, наверное, вообще в жизни не забуду. Я говорю конкретно сейчас про моих старых. Ну, как сказать, в голове не увязываются старые, бывшие, лучшие друзья. Но, вот. Наверное, я никогда не забуду Леру. Гладко, как бы она там чуть не изменилась, как мне не говорят, что она стала ужасной девочкой. Я все равно ее помню и буду помню всегда. Ты для меня всегда станешь подругой. Даже если мне не пишут. Алена Зверь, у нас какая-то садика садика. Ты тоже для меня станешь всегда подругой. И Ниташа с Лианой тоже. Он всегда будет, наверное, в голове. Вот. И... 2010 год. Я бы тоже... Вот его бы я, наверное, вернула точно. Потому что в этом году я полюбила человека одного, наверное, навсегда. Смайл вот такой. Вот я никогда не забуду тоже. Как жалко, что теперь мне ничего нормального не вышло. Все-таки нам благодарны на такие пару месяцев. Но... Я знаю тоже, я тебя никогда не забуду. Я единственное, мальчик, которого я так полюбила. Походу, навсегда. Вот. Я вас всех очень люблю. Пока.